Приветствую вас! Прежде всего, давайте разберемся с вами с тем, какие обстоятельства, какие желания, какие объективные и субъективные факторы подпособствовали тому, что вы связались с женатым мужчиной и за полгода привязались к нему настолько, что теперь плачете и, соответственно, переживаете очень сильную обиду. Ну, если говорить в общем, вы довольно мало представили себе информации о себе, кроме только возраста, кроме некой такой парадигмы ваших отношений, его отношений с женой, вот, и неких, ну, неких черт своего характера, о которых я скажу позже. Значит, первое. Заниженная самооценка. Заниженная самооценка, неуверенность в себе. Дело в том, что вы посчитали для себя возможным быть не единственным в жизни мужчины. То есть, вы допустили, допустили возможность того, чтобы мужчина был с вами и еще с кем-то. Понимаете? То есть, по факту, если у него нет желания, да, к своей жене, если нет любви к ней, если держат только дети, ну, а мог бы уже давно уйти от нее, жить отдельно, видеться с детьми, разводиться и так далее, что было бы вообще-то довольно честным поступком, с честным действием, потому что, как бы, это нормально. Так поступают люди, которые четко знают, что они хотят. Мужчина же, говорящий вам, что он боится, боится не уходить, потому что она настроит их против него. Молит быть, он говорит правду. Не похожий на то, чтобы он вас обманывал. И это самое неприятное. Это означает, что человек даже не понимал, как именно он поступает. Чувствуете? Ему нужно было сразу, как только он понял, что чувств к жене больше нет, и желания с ней быть тоже нет, ему нужно было сразу уходить. Он не ушел. Почему? Потому что либо чувства были, либо его удерживает что-то еще, либо у него страх. Неважно. Но нельзя уходить от одного человека к другому. Нельзя прыгать из одних отношений в другие. Так нельзя человека воспринимать отдельно. И самое главное, что мужчина не отдавал и не отдает себе отсчета в том, что он не уходит от своей жены как бы к вам, потому, что сам создает эти обстоятельства в теле не в жене. Но... Я молчу уже про классический треугольник Карпмана, который вы можете почитать в интернете сами. Таким образом, можно констатировать тот факт, что вы в себе не уверены. Это первое. Второе. Ну, соответственно, с неуверенностью нужно работать, да? Это понятно. С повышением самооценки нужно работать. Так, второе. Потребность в чем-то. Это может быть… Потребность в безопасности. Это может быть… Потребность в любви. Это может быть… Что-то еще. Это может быть следствие родительских отношений, детско-родительских отношений. Потому что мужчина старше вас на 5 лет, то есть если партнер старше другого более чем на 5 лет, то можно уже говорить о возможных проблемах в детско-родительских отношениях. Вот. Тут такая история. То есть с вами двигают определенные желания. И по сути своей ваши желания, которые вами двигают, и создают вот тот эффект обиды и разочарования. Ваши желания и создавали мотивацию для того, чтобы лезть в эту Санту-Барбару, как вы говорите. Если вы прислушаетесь к своим желаниям, то вполне вероятно, что сможете понять, чего же вы хотите, что вам нужно, чего не хватает именно вам, и соответственно, как это можно восполнить, дополнить и так далее. где пробел в вашей жизни, что, по вашему мнению, делает ее неполной без другого человека. Вот это основные причины, по которым люди начинают встречаться с женатыми либо замужними партнерами. Вот. Ну, при условии, если возникают вот такие вот чувства, как у вас, да? То есть, если люди просто встречаются как любовники и, соответственно, с такими расходятся. Но тут, конечно, история немножко другая. Это понятно. Дальше. Можно сказать просто, что у вас есть некий фатализм. То есть, такое впечатление, что вы прикладываете определенные усилия для того, чтобы доказать, что у вас ничего не получится. Складывается впечатление, что вы действуете по определенному сценарию жизненному, который гласит примерно так. Ты не будешь счастлива с мужчинами, например. Или с мужчинами тебе не повезет. Что-то типа того. Конечно. Дело может быть и в отсутствии женской модели поведения, и в отсутствии четкого представления, какой мужчина нужен. Дело может быть и в этом. Но. Но. С учетом того, что вы говорите братанту Барбару, и про то, что вы в нее лезли, и про то, что вы в нее залезли по самому я не хочу. С учетом этого можно все же сделать вывод, что присутствует некий фатализм. И если фатализм действительно присутствует, то, извините, это жизненный сценарий. Это определенные установки, которые гласят, что вы не будете счастливы, например, с мужчинами, что вы недостойны любви мужчины, и, соответственно, вы делаете все для того, чтобы это доказать. Тем самым получая одобрение своего родителя. С точки зрения психологии происходит примерно такая вот история, соответственно, этот сценарий нужно перепрограммировать, перерабатывать. Для того, чтобы он стал продуктом вашей деятельности, а не деятельности, понятно, кого кого. Далее, что касается обиды. Что касается обиды. Здесь история, по моему мнению, заключается в том, что вы перекладываете ответственность за удовлетворение своих желаний на другого человека, в частности, на мужчину, который женатый, вот. И, в частности, вы не хотите брать ответственность на себя. То есть, это страх личной ответственности. Что, в свою очередь, говорит о том, что вы личностно незрелы. То есть, вы мыслите, как ребенок. Идеализируете что-то и, соответственно, что-то обесцениваете. Идеализация и обесценивание – это очень-очень детский стиль мышления. Детский стиль мышления, ну, я бы сказал, где-то до, возможно, шести лет. Ребенок до шести-семи лет. Соответственно, в этом плане вам необходимо, вас необходимо дорашивать. Обеспечивать вам личностный рост, чтобы вы сами личностно росли. Чтобы вы приобретали новые навыки мышления, которые сейчас, на данный момент, вы не используете. Ну, в силу тех или иных причин. Или просто не знаете, они просто не привыкли. Но, тем не менее. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. То есть, понятно, что какая-то доля грусти, какая-то доля боли, она будет с вами, и это, в общем, нормально. Ну, потому что вы разочарованы, вам нужно время. Но чтобы этого никогда не повторилось, и чтобы грудь была светлая, а самое главное, самое главное, чтобы любовь, если она действительно есть у вас, выражалась в пожелании человеку счастья, если не с вами, то где угодно. Вот это любовь. Во всех остальных случаях, к сожалению, любовью подменяются совсем другие, куда более эгоистичные мотивы. Они не плохие от этого, просто их нужно различать. Отделять их от любви. И не смешивать любовь с ними. Еще раз. Эгоистичные мотивы, такие как наше желание, реализуемые через человека, не являются чем-то плохим. Просто их нужно отграничивать. Одни от другой. Чтобы не путать, чтобы не называть любовью то, что любовью не является. На этом все. Вроде бы ничего не забыл. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Вам необходимо поразмыслить над тем, что я сказал. Возможно, не лично будет провести несколько консультаций, где вы сможете завершить отношения с мужчиной, которые, скорее всего, кажутся вам незавершенными. И наконец-таки начать двигаться дальше. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей ситуации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова